Лен, как специалист по КУОМе, расскажи, пожалуйста, какие температурные режимы выдерживает зимняя КУОМа? Температурные режимы КУОМа от минус 5 до минус 40. А вот минус 40, как достигается такой эффект, что можно прямо ходить в такую холодную погоду? Обувь КУОМа сделана из высококачественных материалов. Сверху, значит, подкладка, она пропитана водоотталкивающими и грязоотталкивающими свойствами. Литая подошва, которая никогда не отклеится, потому что подошва как бы вливается на сапожек. Внутри расположен высококачественный утеплитель, который, как в меморанной обуви, сдерживает тепло и препятствует попаданию влаги снаружи, из внешней среды, влаги снаружи и ветра. Стелька съемная, войлочная. Ее можно достать в случае, если надо, например, постирать. Кстати, обувь можно стирать в стиральной машинке. В этом году обувь КУОМа немножко приобрела другие свойства. В нее стали добавлять шерсть. Раньше утеплитель был просто искусственный, сейчас он все-таки идет с добавлением шерсти. Это сделано для маленьких размеров, на подростковые, с 19 по 35 размер. А вот термоноски рекомендуются для обуви КУОМа? Да, я своим покупателям рекомендую покупать термоноски. У них нога у ребенка сухая. Термоносок, он отводит влагу. Некоторые думают, что термоноски, они предназначены для тепла. Все-таки это не тепло, это для отвода влаги, для того, чтобы нога была сухая. Зачастую одевают шерстяной носок и потом жалуются, что ребенок, нога была мокрая и как бы замерзала. Происходит это от того, что нога потеет, влага не отводится и нога мокрая. Поэтому лучше использовать либо носки с содержанием синтетики, либо термоноски. Понятно. Так, а вот, Лен, ты говорила, что можно стирать прямо в стиральной машине. А вообще, как именно это делать? Может быть, какие-то специальные средства используются? Обувь КУОМа вообще неприхотлива. Можно просто ухаживать мокрой тряпочкой, протер и все. В основном обувь сильно не пачкается. По своему опыту я заметила, что пачкается только вот эта вот поверхность, да, тряпочки протер, мокрые и все. Если все-таки грязь попала на ткань, это можно постирать в машинке в стиральной. То есть это стирается обычными моющими средствами без отбеливителя при температуре 30 градусов. Отжимать на небольших оборотах. Стельку лучше достать. Понятно. Да. Так, а сушить как-то можно? Сушить не надо прямо на батарею встать, рядом с батареей. Они очень быстро сохнут, материалы высококачественные. То есть вечером вы постирали, утром сапожек уже сухой. Понятно. Ну, Лен, с холодами понятно. А вот с какого примерно времени, с осеннего, можно уже начинать носить КУОМу? Ну, я думаю, что при первых заморозках от ноля уже можно все-таки одевать обувь. И непосредственно всю зиму относили. И вот когда уже весной у нас еще снег есть, да, но слякоть, они тоже подходят, можно их носить. Ну, соответственно, с тоненьким носочком. А, то есть вот слякоть и вот такой погоды влажной КУОМа не боится? Нет, не боится. Здесь расположена, значит, литая подошва сделана, влага не проходит, даже если ребенок встает в мокрый снег. Когда обувь постирали, лучше все-таки после этого воспользоваться водоотталкивающими пропитками для того, чтобы продлить свойства. Скажи, пожалуйста, а вот как насчет износа стойкости? Насколько сезонов хватает обуви? Детям обычно берут на два сезона. Взрослым можно и дольше. Мужчина, например, приходил, он говорит, что я 8 лет уже ношу эту обувь, ей ничего не делается, просто уже несерьезно внутри стелькой стерлась. И заказал новую. То есть, в принципе, она очень прочная и внешне она не страдает. От времени ей вообще ничего не делается. А вообще, вот как, ну вот подошва, например, она... Подошва, здесь, да, данные, вообще в этой обуви подошва сделана, обладает она интересными свойствами. То есть, по мере носки, по мере носки у нее улучшается качество сцепления с землей. Каким образом это сделано, я не знаю, но она не скользит и она не замерзает. Мы это проверяли, то есть, она очень мягкая подошва, и даже в самые суровые морозы она все равно остается мягкой. Понятно. Вот они умеют делать. Кинское качество.